Привет, друзья! Как и обычно, по вторникам с нами в доле бизнес-молодости мы рассказываем вам историю очередного интересного стартапа. В студии Пётр Осипов, основатель проекта. Привет! И основатель музыкальной школы для взрослых Елена Фёдорова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. 65 10 99 6 наш московский телефон. Смело заходите на страничку finam.fm в интернете, выбирайте нашу программу в доле, пишите нам письма или какие-нибудь приятные вопросы задавайте. Что такое музыкальная школа для взрослых? Почему именно для взрослых? Как-то обычно принято с детских лет учиться музыке? Ну, дело в том, что я начинала как раз с детских занятий. Мой первый бизнес-проект, который очень сильно провалился, это был детский центр развития для детей до 7 лет. И с тех пор, видимо, у меня с детьми как-то не сложилось. Что школа из себя сейчас представляет? Чему обучает? Кого обучает? Оборот, прибыль, пароль и явки? Школа музыки для взрослых — это школа, где каждый желающий в любом возрасте от 5 до 99 может научиться петь, играть на саксофоне, на фортепиано, на губной гармошке, то есть, в принципе, на любом инструменте. Сейчас это две школы. Один филиал у нас приезжает на проспект Мира, один у нас филиал находится на Новокузнецкой. Что касается прибыли, с одной школы это в районе 250, а вторая школа, которая новенькая, сейчас около 100 тысяч приносит. Сколько стоит абонемент? Абонемент? Да, это ежемесячная оплата за курс? Ежемесячная или на 3 месяца, на 6 месяцев, на 9 месяцев. Минимальная стоимость группового абонемента там около 4 тысяч, индивидуального от 8 до 10 где-то так. А что входит в абонемент? В абонемент входят занятия по инструменту, выбранному либо вокалом, и дополнительные уроки по сольфеджио. То есть теория и практика. Да. А мне интересно, почему провалился детский центр? Как ты... А мне интересно, как вообще детский центр возник, в принципе. Потому что ты... Вообще, ты кто? Мужчина же... Ты девушка. Так. Ну, каждая девушка мечтает о ребёнке. Видит особенно тот, кто в студии. Юная, хрупкая девушка. Да, я поняла вопрос. Как вообще так повелось, что дорожка жизни связала с развитием своего дела? С педагогикой. Ну, я была всегда очень активным человеком. И я училась в Гнесинке. И пока я училась, я приехала в Москву, значит, первый курс. И я вижу, как люди живут. Откуда приехала? Из Чебоксар. Живут люди совершенно по-разному. И мне хотелось свой уровень жизни тоже поменять. Мне хотелось... А кого ты училась в Гнесинке? На композитора. А до этого была музыкалка, да? До этого музыкальная школа, музыкальное училище, как пианистка я заканчивала. Музыкальный маленький цветочек, короче, у нас. Ну вот. И я попала в Москву, и мне показалось, что можно жить интересно, классно, можно много чего делать. И я, в принципе... Многие девушки, переезжая из Чебоксара в Москву, приходят... Обходят Гнесинку. Даже обходя Гнесинку, приходят к такому же ровному выводу. Ну вот. И я искала разные работы, подработки. И когда я работала личным ассистентом в туристической фирме у владелицы, я поняла вдруг в какой-то момент, что я такая умная, и вообще всё понимаю, и всё знаю, и уже всё знаю лучше, чем моя босс. И почему бы мне самой не сделать что-то своё? И меня начало угнетать то, что она мне не давала дальше расти, развиваться, не мотивировала меня. То есть она чуяла в тебе конкурентку? Ну, может быть. Хотя, на самом деле, я таковой точно не являлась, потому что я упустила, что самое главное — это клиенты. А про это я как-то не подумала. И я ходила и искала, кто со мной, или кто вложит, кто даст инвестиции, кто со мной что-то захочет. И нашлись у меня инвестиции, под которые я стала быстро думать, что быстрее мне можно сделать. То есть была логика примерно следующая. Так, бизнес, значит, нужно место отремонтировать, нужно инвестиции. Нет, у меня не так, нужен бизнес-план. Отлично. А я тогда жила у сестры и была такой нянькой её ребёночку. У неё тогда был только Янчик. И я видела потребность в хороших детских центрах. И я видела, ну, я подумала, а классный бизнес — это и хорошо, и для Вселенной, и с моим образованием, поскольку я педагог, тоже как-то связано. И востребована. И востребована, подумала я. И стала искать место под это дело. Нашла я место, не посмотрев, что у меня конкурентов где-то около четырёх штук в соседних домах практически. Это была одна из ошибок. То есть я не изучила рынок толком, я не пошла ни на какую разведку, я не узнала, я не стала брать франшизу, решив, что я буду создавать сразу свой бренд. То есть, в принципе, я, ну, сейчас мне действительно смешно вспоминать, то есть, как мне вообще дали деньги, потому что я только на каком-то голом энтузиазме и с полным отсутствием знаний того, как надо делать бизнес. И полным таким очень слабым представлением о маркетинге. И в итоге это всё закончилось тем, что я, поскольку сначала я думала, что сейчас все сами набегут, они только увидят, что я открылась, они все сразу в очереди встанут. А как ты открылась? В чём состоял твой бизнес? Мой бизнес состоял в том, что я взяла свою однокурсницу, сделала генеральным директором. Значит, мы с ней нашли помещение, мы стали ремонтировать его, мы вложили, в общем, ну, где-то нам в 700-800 тысяч встал ремонт, потому что мы, как честненькие, беленькие, хорошие девочки, решили пойти сразу в СЭС и спросить, а что нужно сделать, чтобы соответствовать вашим нормам? Они нам сказали, а нужно сделать, и вот такой вот огромный список. Включая необходимое количество швабр на квадратный сантиметр. Да, там какого цвета должна быть краска, то есть какая, да-да-да, то есть какие материалы. Мы пол перестилали, мы сделали много всяких ненужных вещей. Так, ну, а потом, когда всё это сделалось красиво и нарядно, персонал-то взялся, нет? Персонал я нашла, мне причём повезло, у меня были очень чудесные педагоги, но проблема была с потоком клиентов, то есть, и в итоге я с сайта... То есть проблема была в том, что её не было, я так понимаю? Чего не было? Клиента не было. Потока не было. А какие были мысли об этом, или это просто как-то отодвигалось сознанием на второй план? У меня какие были мысли? Я печатала листовки на А4 на цветной бумаге, чёрно-белые. И я даже, я сейчас понимаю, что дешевле напечатать красивые флайеры, чем печатать А4, но тогда я экономила, вот. И я с этими листовками А4 ходила по детским паркам, раздавала в руки мамам, рассказывала, как у нас интересно. Но эта реклама, она была очень действенная, она была очень энергоёмкой. То есть, и в минус 30 я ходила, клеила, я со своим гендиректором, клеили по подъездам эти объявления. Как сейчас помню, испорченные перчатки, отмёрзшие руки, всех клеили. Ну, хоть у неё ребёнок-то пришёл? Нет, у меня были дети, и все дети... Были довольны? Все, кто приходили, у нас была конверсия, там, 100%. То есть, все, кто пришёл, он оставался, но их было просто недостаточно. И пришлось закрыть этот центр? Нет, дело было не так. На лето мы ушли в серьёзный провал, потому что летом не сезон. Ну, с учётом того, что у нас так не было потока, то летом, естественно, это совсем прекратилось. Но с сентября ситуация изменилась. Мы много занимались, ну, как много, но сделали какую-то наружную рекламу, и у нас в сентябре пришло где-то человек 100, ну, вот в течение сентября. Но тут у меня уже была другая проблема, что я уже сама не хотела сидеть там и находиться, потому что смотреть, как твой проект погибает, это очень тяжело. То есть, мне хотелось не приезжать. Ты перегорела. И вдруг ты поняла, что не все дети красивые. Не, ну подожди, если к тебе приходит 100 человек, это же значит, что наоборот проект развивается. Ну, да, да, но я наняла вместо себя человека, который не справлялся с продажей клиентом. Я сама ходить туда не хотела. А, я ещё и вела занятия, потому что вести... Я до такой степени устала, что я сидела, и когда моё занятие должно было начинаться, я думаю, хоть бы никто не пришёл, хоть бы никто не пришёл. И когда я осознала, что у меня такие мысли посещают, я поняла, что, видимо, это всё. Надо это закрывать. Но я тогда летом, поскольку Миша Дашкиев мой одноклассник, я увидела ВКонтакте, что он занимается каким-то таким проектом образовательным для бизнеса. Я напомню нашим слушателям, Миша Дашкиев это ещё один сооснователь бизнес-молодости. И я пишу Мишу ВКонтакте, поскольку на правах одноклассника говорю, Миша, проконсультируй меня, у меня тут проблемы. Он говорит, приезжай на ТУСЕ бизнес-молодости в Чебоксаре, а я там уже 5 лет не была. Значит, приезжай, я тебе там всё расскажу. Я приехала, ну, заодно там с бабушки, с дедушкой заехала. Приехала я, значит, на это ТУСЕ. Миша меня, конечно, не проконсультировал. Уделил мне там полусекунды своего времени, но это неважно. Я посмотрела, что что-то происходит. Куча каких-то молодых людей, они все что-то там делают. Никто из них не творческая интеллигенция особо, но все они какие-то там... Очень жизнерадостный, как минимум. Да, да, то есть меня это очень удивило, потому что в тот момент я с другими людьми общалась и сама была в другом состоянии. И любопытство вызвало. Поэтому в сентябре я пошла на бизнес-молодость. И я поняла, что моя чуть ли не основная ошибка, помимо того, что их было 100 штук, это то, что я почему-то подумала, что при меня люди не будут узнавать через интернет. А на самом деле надо было первым делом идти туда. Продолжим после новостей. На финале оставайтесь с нами. Сегодня мы в доле с бизнес-молодостью. Петр Осипов, сооснователь проекта в нашей студии и основатель музыкальной школы для взрослых Елена Федорова. Прежде чем мы перейдем уже к такому позитивному развитию истории, Петя, я тебя хотела спросить, вот смотри, у Лены был бизнес, в который она вложила силы, вложила время, действительно очень потратилась, устала от него, но перегорела именно в тот момент, когда появилась возможность поставить его на ноги. Это случилось потому, что Лена интеллигенция, творческая и тонкой души человека, или это в принципе какой-то нормальный этап для начинающего бизнесмена? Ну, у Лены вообще идеальная история. Она за короткий достаточно промежуток времени, сколько от начала бизнеса был, год, 7 месяцев, всего. Всего проект просуществовал ровно год. Ровно год. Она за год набила, то есть она сделала... Все ошибки. Все неправильные шаги, которые только можно было сделать. Более того, она потом это как-то переосознала. Ну, первая, самая ошибка, бесполезно было поднимать этот бизнес, потому что в целом направление не ее. То есть она же выбирала теоретически. Мы забыли, что она у нас в Гнесинке училась, и вообще музыкант и композитор по образованию, и детский центр, это был выбор чисто теоретически. С тем же успехом она примерно могла открыть... Автомойку. Автомойку. Я думала об автомойке. Или пирожковую. Поэтому как бы... Неорганично. Неорганично. То есть первая вещь, которую надо сделать, это все-таки свое направление выбрать, где было бы смесь и денег, и любви. А остальное, естественно, если бы... У нас в гостях ведь была гостья, которая открыла сеть частных детских садов. Если бы это была ее тема, да, то, естественно, первый шаг — это начать с клиентов, а не с бизнес-плана и с ремонта. Да, но обидно как-то вот... Она говорит, пришло 100 человек, но мне уже не хотелось этим заниматься, и мы закрылись. У меня просто действительно уже... Как бы труп был уже мертв. То есть при парке не помогли. Пациент был скорее мертв. Хотя я сделала сайт, вот я пошла на бизнес-молодость, это дало мне какой-то еще последний рывок, который я сделала, то есть сайт, но все равно я его сделала. Два месяца прошло даже больше, потому что, ну, как бы холодец в голове так быстро не исправишь. Когда ты каждый день в течение... Ну, ты представляешь, в течение семи месяцев каждый день утром приходить на работу... И не любить ее. Просто... Желая, чтобы никто не пришел. Да, в какой-то момент я просто поняла, что я прихожу только из чувства долга, там, перед детьми, которые купили абонемент. Или из чувства вины. Ну, было... Мне было плохо очень. Ну, а это не могло отбить охоту окончательно, в принципе, бизнесом заниматься? Не могло, я был... Мне кажется, история бы так и должна была закончиться. Еще одна есть. Еще одно... Еще один есть маленький нюанс в том, что главная роль женщины в бизнесе вообще, в принципе, это получать удовольствие от него. Это мужчина еще как-то мог бы, значит... Через не хочу. Через не хочу. А здесь ведь мы имеем дело не с мужиком, так сказать, с понятными металлическими вставками в организме. А мы имеем в себе дело с хрупкой девушкой, которая не хочет становиться мужиком в юбке, я так понимаю. Не было такого желания. Ну, у меня было желание, чтобы... У меня какая была мысль? Я думала, на бизнесе я заработаю денег, а в свободное время, значит, имея деньги, у меня будет свобода творчества, и я буду творить. Вот у меня в голове была такая картинка. Но когда я поняла, что я как бы... У меня 24 часа 7 дней в неделю в голове нету места ни для какой музыки, я целый этот год вообще не подходила к инструменту. У меня... Ну... Вот эта вот картинка метафизическая, она как-то не сложилась. Ну, а что тогда все-таки заставило тебя стиснуть зубы и заняться бизнесом? Точнее, ты ушла, сколько комотов длился. Вот я объясню, почему я заново решила. Ну, помимо того, что, как папа сказал, в одном месте шило сидит, ты неугомонна, бесполезно. Когда я им новое, я говорю, папа, я придумала, у меня будет новый проект. Люди говорят, что это внутренний стержень. Может быть. Не, знаешь, сначала начинается с шило, потом дорастает до внутреннего стержня, но не у всех. У меня была такая ситуация, я закрыла, и мне все сочувственно вздыхали, а я почувствовала такое облегчение. Я как будто бы несла на себе, не знаю, тонну чего-то тяжёлого, и вдруг она свалилась. И это была какая-то эйфория, там, первый месяц, что всё, кончилось. Всё, я как бы, не знаю, вышла из тюрьмы, ну, какое-то такое ощущение. И после этого, поскольку я очень сблизилась с бизнес-молодостью и продолжала общаться с участниками и с сообществом, я постоянно жила среди людей, которые что-то делают. То есть я смотрю, а у Влада агентство праздников, у Оли школа танцев, и у всех что-то есть. То есть и не все при этом там щебнем торгуют, шутим всё время, а люди находят какую-то мечту. Есть и творческие проекты. И через месяца мне хватило, в принципе, отдохнуть, и потом у меня мозг начал искать, что ещё можно. То есть я знаний-то я накопила, опыт у меня был, и я начала думать всё-таки, что я хочу ещё попробовать, и я не могу уже точно наниматься ни на какую работу, хотя я сходила на два собеседования. То есть меня, естественно, везде взяли бы, но я уже не хотела. Ну, в какую-нибудь компанию типа бизнес-молодости разве что пойти, потому что я не видела ни одной компании, на которой бы я хотела работать. Вот. И в итоге, то есть попробовав там 2-3 ещё всякие глупые вещи, ну, незатратные, я увидела, что и существует такая школа музыкальная для взрослых в Санкт-Петербурге. Я на их сайт наткнулась, я подумала... Отличная идея. А почему это мне не приходило в голову раньше? То есть я посмотрела, у них две школы есть, у них филиалы есть в Петербурге. Я подумала, ну, если в Петербурге люди взрослые хотят учиться, ну, понятно, хотя у них столица там более интеллигентная, но и в Москве найдутся 2-3 человека, которые захотят поучиться в музыке. Я просмотрела, что существует на рынке. Никаких гигантов, никаких монополистов, там, ну, несколько школ, у которых там максимум 2, у кого-то там 3, ну, так, 2,5, можно сказать, филиала. И я решилась. Но на самом деле, то, что это было страшно, это вообще, ну, не сказать. Это было очень страшно. А почему? Ведь ты же сама говоришь, у меня был опыт, я знала, что надо, как надо. Мне было страшно провалиться ещё раз. Ну, это, вот я говорю по ощущениям, это как упасть с лошади, там, переломать себе всё и заново на неё сесть. Потому что, помимо того, что, как бы, я же не могла тихонечко открыться, посмотреть, ага, не получилось, и тихонечко закрыться. То есть это всё-таки такая вещь, которую люди видят. То есть и для меня это был бы такой провал, который бы, я не знаю, как бы я переживала. Ну, то есть у тебя уже, поскольку ты находилась в сообществе молодых бизнесменов, тебе подобных, уже перед ними было просто, ну, совсем неудобно провалиться. Ну, помимо перед собой, перед ними, конечно, это очень сильно влияет на своё самоощущение. То есть находясь в среде, можно было уйти из этой среды и жить спокойно. Но находясь в этой среде, ну, реально стыдно работать на работе, ну, стыдно, что у тебя не получается, когда у этого получилось, у этого получилось, надо быть там последним дебилом. И не все умнее, чем ты. И они не все умнее, чем я. И не все гнисинку закончили. Не все закончили. Хотя это скорее минус в чём-то. Но сейчас это плюс. Я нашла сферу, в которой моя компетентность является плюсом для моего бизнеса. И вот так берём мы точку ноля. Ты размышляла, агрегировала знания. И каких ошибок ты не допустила, и что по шагам ты сделала правильно во второй раз уже? Да, хочу всем посоветовать, кто собирается делать свой бизнес, начать с того, что... с теста. А востребованы ли? А хотят ли? А будут ли? И желательно, чтобы этот тест был недорогим. Поэтому мы сначала запустили сайт, запустили на него рекламу, и посмотрели, что происходит. Пошли заявки. И мы параллельно присматривали место. В итоге мы потратили... Тогдашняя аренда наша стоила 90 тысяч рублей. Вот эти 90 тысяч рублей. 90 тысяч рублей в последний месяц. Это практически 10 тысяч рублей сайт, 5 тысяч рублей контекстная реклама. Вот эти 200 тысяч рублей, в которые мы уместились... Вместе с арендой помещения. Да, вот в 200 тысяч вся была цена вопроса. И этой суммой я напополам с партнёром, которая была моей ученицей фортепианок, по иронии судьбы. То есть моей частной ученицей. А мы с ней напополам эти затраты понесли. Но ведь надо же было ещё закупать инструменты в это помещение. Мы взяли инструменты самовывозом. У нас тогда было три класса. И в принципе на три инструмента. Один я свой притащила. То есть там какие-то гитары мы нашли. Ну, быстренько нашли педагогов, потому что, как я поняла, безработных педагогов... Ой-ой-ой, сколько много. И неплохих. И неплохих. Ты сама всех нанимала? Сама нанимала. То есть сейчас уже не я нанимаю педагогов. Но тогда я отсматривала всех сама. Это было достаточно забавно, когда они приходят в помещение абсолютно пустое. Сидят две девочки. То есть я такой babyface. Моя партнёр. Моего возраста тоже выглядит на лет на 15. И мы собеседуем взрослых, маститых педагогов. И рассказываем, как будет замечательно в нашей школе преподавать, которой ещё нет. Но вот мы через неделю открываемся, и у нас обязательно будут клиенты. В общем, достаточно такой был. Опыт ремонта в первой школе всё-таки сказался позитивно. Опыт ремонта сказался на том, что в этой школе мы не разукрашивали стены девочки за абонемент. То есть я не потратила на ремонт ни копейки. И не планирую. Но во второй школе мы потратили 30 тысяч рублей на то, что нам в белом закрасили то, что от предыдущих арендаторов оставалось тёмное. Ты говоришь, вы открыли тестовый сайт. Какое количество публики через этот тестовый сайт к вам стало заходить? Я не могу сказать, что много людей заходило, но какая-то была сумасшедшая конверсия. Я не знаю, как так совпало. То ли это было начало сентября, и у людей, видимо, какой-то такой рефлекс. Надо учиться. Да, и у меня много друзей в социальных сетях. И как-то вот, потому что 5 тысяч рублей на контекстную рекламу — это копейка. Ну, я сейчас понимаю. Сейчас мы тратим 60-70, ну, минимум. Это только контекст. Но как-то люди стали приходить. И мы сначала записывали их на бумажки, на блокнотики. Вот недавно смотрели эти блокнотики. И мы поняли вдруг, что люди хотят. И я там сдала комнату, одну в субаренду для тренингов, чтобы подкопить тоже денег. То есть это было дополнительное влияние. И я поняла, что мне надо их выгонять уже, потому что мы не помещаемся там. И как-то все очень быстро пошло. А какой возраст людей в основном приходил заниматься? От 20 до 40. Ну, вот в основном 28-30. Вот такого возраста. У нас в гостях Елена Федорова. У нее своя музыкальная школа для взрослых. Продолжим. Оставайтесь в доле. Мы рассказываем историю замечательного стартапа от бизнесмены Елены Федоровой. Она основатель музыкальной школы «Форте» для взрослых. У нас в студии Петр Осипов, основатель проекта «Бизнес. Молодость». 65 10 99 и 6 на наш московский телефон. Сайт «Финам.ФМ». Заходите на страничку программы в доле, делитесь впечатлениями, задавайте вопросы. Ну, теперь ты директор двух музыкальных школ. Или уже у тебя есть директор, ты уже как-то делегировала полномочия, сама больше не надрываешься. Что касается, продолжим говорить о работе над ошибками, значит, сайт — это первое, тест — это второе, отсутствие крупных вложений на первом этапе. Когда ты стартап, это очень большая была ошибка. И следующий момент. Вот я была в детском центре, и убиралась, и расклещица я была, и вела занятия, и заменяла занятия, администратором я была. Правильно, так дешевле. Да-да-да. В общем, у меня даже не вопрос дешевле была, я как-то не думала, что я могу кого-то привлечь, что у меня хватит на это, что люди, увидев меня, захотят пойти. Я думала, мы далеко от центра, мы ещё что-то, мы ещё. В общем, я как-то сама в себя, получается, не верила. Ну, не знаю, как это объяснить. Но делегирование и партнёры — это, ну, я не знаю, такой ключ к успеху для меня. Потому что я ещё почему всё-таки, когда пошли клиенты, слилась, потому что я была одна, и эта вся ответственность лежала на мне, и это дико тяжело. То есть партнёр — это тот человек, который тебя и подопнёт, если ты там зазевался, и поддержит. И всё-таки ты делишь любую проблему на двоих человек. Но как найти такого партнёра, с которым ты сможешь работать и не поссориться? Потому что если искать человека из друзей, то это большой риск. Не зря же говорят в народе, говорят, дружба дружба, деньги врозь. А если ты будешь делать дело с человеком малознакомым тебе, тут ещё больше подводных камней, ещё больше возможностей, что тебя обманут, предадут, я не знаю, подведут и так далее. Как найти и перераспределить? Ну, у меня как-то во второй раз оно само сложилось. Но самое главное — найти человека, которому будет удовольствие делать то, что ты ненавидишь делать. То есть я человек абсолютно... То есть у меня в сумке непорядок, скажем, мягко. То есть я не тот человек, который аккуратно... Творческий хаос. Да, не тот человек, который аккуратно всё запишет. То есть я растяпа, растеряха и так далее. Не системный человек. Мой партнёр, у неё всё аккуратно, по полочкам, она всё помнит, она контролёр и так далее. То есть мы с ней такие две абсолютно разные личности, но при этом у нас общий вектор. То есть в целом мы с ней стратегически согласны. И она, и обе постоянно развиваемся и пытаемся и наш бизнес развивать, и сами становятся лучше. То есть вот это, наверное, самое главное. Мы, конечно же, там и ругаемся периодически. Конечно, есть вопросы, в которых мы там обижаемся. Тем более вы девочки, вам обязательно надо перед принятием важного решения поплакать. Специальная комнатка для этого смысла? А, бывают у меня моменты, когда у нас какие-то острые моменты, что я спать не могу, но это там редко случается. И ещё я пригласила из Чебоксар свою подругу, вот что касается деньги в рост. Я сначала её пригласила, потому что моя партнёр уехала на две недели в штат, и я подумала, божечки, что я буду делать тут одна? Я говорю, приезжай на две недели, и я вот тебе плачу, и так далее. Она приехала на эти две недели, и потом мне её не захотелось отпускать, потому что она просто оказалась незаменимым человеком. В итоге я её... Она никогда не хотела уже не переезжать в Москву, но я её уломала. Она сейчас живёт в Москве, сейчас и является, не знаю, душой нашей школы, потому что уехав, всё, я могу понять, есть ли она, всё в порядке. Как сейчас строится вообще организация школы? Как приходят люди? Есть ли вообще какой-то экзамен вступительный? Вот это очень важный вопрос, потому что он связан... Понятно, что ключевой канал, который вы построили, это там сайт, контекстная реклама, но как вы построили стратегию внутри привлечения клиентов? Какие фишки? Как вы выделились на рынке? Как вы привлекли вообще людей? Построили саму модель продаж? Ну, сама модель продаж, это то, что я взяла в бизнес молодости, это УТП, или как это называется? МНП. Модель неизбежной продажи. Ну, в общем, изначально моё предложение первое, это прийти бесплатно позаниматься с педагогом. Попробовать. Попробовать. Это, ну, я не понимаю, почему мои конкуренты так не делают, что у них там это занятие стоит, и тем самым, грубо говоря, у них выигрываем, потому что человек, придя на занятия, позанимавшись, ему всё понравилось, почему он не купит? Он, конечно же, купит. Ну, а как халявщики будут приходить, люди думают? Ну, и бывает, бывает такое, но нам не жалко, потому что, ну, проконсультированный человек, что-то он узнал. В целом, наша вот какая-то внутренняя убеждённость, что мы делаем миру лучше своим проектом, то есть, и я в этом убеждена, потому что, в целом, люди, слушая по радио и по телевидению тот уровень музыки, который нам дают, они могут воспитать в себе эстетическое чувство красоты музыки, ну, на мой взгляд. То есть, те, кто не ходили в музыкальную школу, кого они таскали по концертам, у них не могло сложиться так объективные картины. Поэтому мы своих учеников воспитываем в этом плане, и человек, который совсем не занимался музыкой, и вдруг начал, начал играть там Баха, Моцарта, или там, ну, пусть он поёт там песни, которые ему нравятся, но он ещё попал на сальфеджио, он узнал, что такое гармония, он понял, как это всё строится. Перед ним открывается просто новая вселенная. Ну, это новая вселенная, то есть, и люди, а вокал, это же такое энергетическое занятие, то есть, люди там, плачут у нас на занятиях, их эмоции, которые они сдерживают, выходят, то есть, это, ну, я горжусь тем, что делает наша школа. Люди не всегда приходят просто, чтобы научиться играть на фортепиано, я так понимаю. Многих приводят разные вещи. Кто-то мечтал, его не отдали, это такая детская мечта, и вдруг он увидел, о, можно, и приходит. Кто-то случайно увидел, что это вообще возможно, и за любопытство пришёл. Кто-то всегда хотел, кто-то чувствует в себе способности, но, как правило, тянутся люди, у которых есть какие-то способности изначально, но они не раскрыты, они приходят. А всех можно научить петь? Ну, 95%, скажем так, то есть, у меня, у меня, ну, когда я отвечала на звонки, и говорит, а знаете, у меня нет слуха, я говорю, ну, вы по телефону маму от папы отличаете? Он говорит, отличаю, я говорю, значит, есть. А если не отличаете, то вы в 5%, увы. Вот это действительно удивительный момент, да, когда человек изначально, наверное, к бизнесу не очень расположенный, абсолютно творческий, для которого гораздо важнее смысл того, что он делает, чем, там, ну, какой-то материальный результат, вдруг находит реализацию этому всему, ещё и этим начинает зарабатывать деньги. Это напоминает мне, как я начинала работать на телевидении, когда мне за это ещё начали платить, это было так странно, это было удивительно, что я получаю кайф, ещё мне за это деньги платят. Заберите, я вам сама принесла. Нет, это просто, с другой стороны, ведь действительно, человек, состоявшийся какой-то уже более-менее, которому уже там по 30 лет, у которого, может быть, уже там и деньги, и семья, и всё, у него появляются действительно какие-то, появляются духовные потребности, которые ему хоть там творческие как-то, как-то реализовать. И тут раз, два, три, и школа форта как раз что-то такое преподносит, новое, чтобы человек мог раскрыться. Но не тормозит ли это материальную часть, да? Потому что, вот почему... Да, у художников, художник должен быть голодный, есть такое вот убеждение. В этом плане, мне повезло, моя партнёр не стесняется зарабатывать деньги. Она, для неё, чем больше, тем лучше. Для меня, я как-то больше отвечаю за творческую часть. Но если честно, для меня, как бы, до сих пор деньги не являются какой-то такой... Самоценностью. Самоценностью. Конечно, я рада, то есть я рада, что мой проект коммерчески успешен. То есть я себе галочку поставил. Я понимаю, что если я хочу развивать и дальше, то проект должен зарабатывать всё больше и больше, чтобы, ну, сам проект требовал денег. и... Роль денег в бизнесе? Это просто это вот заработать. Деньги — это двигатель бизнеса. И, конечно, проект... Ну, некоторые мои старые друзья, которые творческие, они говорят, ну, я говорю, ребят, сначала поток, да, делаем сначала, как бы, коряво, но пришёл поток, пришли деньги и постоянно улучшаешь. То есть мы, в принципе, каждый день занимаемся, улучшаем, улучшаем, улучшаем. Они говорят, ну, нет, надо сначала сделать всё красиво, правильно, и тогда, когда это будет так всё замечательно, тогда... Ну, то есть... Это неправильный подход, Петь? Это подход, который может в 90% случаев закончиться провалом, потому что пока ты красиво делаешь, социум это не востребовал, и как бы она на святом духе и далеко не уедешь. То есть это же есть материальные вещи. Ну, вообще, мне кажется, для творческого человека достаточно сложно понять, что какой-то... Что концепция и внешние, там, я не знаю, какие-то внешние бантики, это не самое главное, а главное — это действие и результат. Но ты являешься, наверное, как раз такой прекрасный тому пример. Мне очень понравилась вот эта вот формулировка. если ты что-то ненавидишь делать, ну, найди партнера, который будет делать то, что тебе не очень нравится. Это идеальное сочетание, потому что, ну, я, например, постоянно ищу, что мне нравится делать в бизнесе. Там, мне нравится АБТ-стинг, мне нравится... Что это такое? Ну, когда, например, на сайт какую-то фигулинку добавляешь и смотришь, из ста человек теперь оставил заявку там на пять человек больше, думаешь, вау, круто. Работает. Да, то есть, и это увлекательное занятие. Мне нравятся какие-то... Вот мы организовали музыкальный клуб школы форта, то есть, это мы каждое воскресенье после сальфеджио, которое я веду бесплатно в удовольствие. Могу сказать, я бесплатно работаю, то есть, осталось. Я веду сальфеджио, и после сальфеджио у нас... Либо мы идем на концерт, либо мы какую-то обсуждаем тему, либо мы смотрим какое-то кино, то есть создаем... Выпускные, вот вы интересно внедрили, тоже я видел у вас модель. Отчетные концерты мы вот снимаем в музее Островского последний раз было, то есть, это сцена, это рояль, это там звукорежиссер сидит, и ты полная звезда выходишь на сцену. Люди два месяца готовятся, знают, что придется выступать. но это, конечно, это важнейший вообще элемент, то есть, почему школа, нечастные занятия дома, то есть, много причин, в частности, это потому что, если ты нигде не демонстрируешь свой результат, то мотивации тоже нет. То есть, обязательно должно быть публичное выступление? Но есть у нас, конечно, те, кто там наотрез отказываются, не могут, стесняются, но мы их раскачиваем, то есть, пытаемся все-таки уговорить. Вот, хотел бы обратить внимание на два очень важных параметра, которые сегодня всплыли в разговоре с Леной. первое, это выбор все-таки своего, потому что, явно, когда, вот, в первом случае было так все тяжело, 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 ну, и правильно, и жизнь говорит, не туда идешь, не туда идешь, не туда идешь, не туда идешь, а человек, он баран упертый, даже если он женщина, а второй раз, вот она выбрала правильно, и жизнь как будто говорит, правильно идешь, правильно идешь, правильно идешь. То есть, и подбрасывает какие-то вообще, какую-то помощь постоянно, дровишки. Главное, когда выбрал свое направление, главное сильно не сопротивляться, потому что, я замечаю, что касается творческих людей, хотя я не верю в разделение творческих и нетворческих людей, я вижу ребят, для которых снос здания является таким же творчеством, они просто другие немножко, они мастера в другом деле. Но вот то, что я вижу, встречаясь с разными, там, писателями, например, когда я им говорю, давай миллион заработаем вместе, например, человек не может себе разрешить, он не может, он не может разрешить себе поверить, что это в принципе реально возможно, не изменяя себе, а у него как? Если деньги, значит изменил, значит ты пошел на компромисс. Слушаешь мамонию, да. Да, слушаешь какой-то мамонию. А мамония и о том, на что бы мы потратили деньги после новостей. Сегодня, как всегда, по вторникам мы в доле с бизнес-молодостью, это проект, который учит людей в любом возрасте делать бизнес и любить то, что ты делаешь, еще и на этом неплохо зарабатывать. У нас в студии живое тому подтверждение, основатель музыкальной школы для взрослых Форта Елена Федорова. Так вот, о служении мамонии, о вечном колебании творческого человека между деньгами и чистотой жанра. Все-таки, ну, мне кажется, что Лена все-таки немножечко все равно боится. Ну, может быть, не боится, а осторожно относится к бизнесу, как к источнику зарабатывания денег, потому что, видишь, ты, у тебя две школы, а не двадцать две, да? Для тебя там, ну там, триста пятьдесят, четыреста тысяч рублей в месяц, это в принципе то, что тебя устраивает, ты не горишь с желанием заработать миллион сейчас или горишь? Ну, вот внутреннего желания заработать миллион у меня, если честно, нет. И так хорошо? Но я все равно его хочу, потому что я знаю, что это для школы хорошо. Не могу, не может расти бизнес, если у него не растет чистая прибыль. Ну, здесь есть один нюанс. Все-таки говоря о своем деле, важно вспомнить, кто ты, мужчина или женщина, потому что мужчина реализуется через масштаб. Мужчине обязательно нужно 22 школы, миллион, огромные машины. А вот для женщины, чем дальше мы развиваемся, тем чаще видим. Может быть, оно будет в разрез твоей программы, вдоль которой ты ведешь. Но что уровень там в 300-400 тысяч, который позволяет в принципе жить в любом городе России и неплохо за собой ухаживать и на какие-то свои нужды, чтобы хватало. На булавки. На булавочки, да. И вполне достаточен при условии что рядом с тобой есть какой-то другой человек, который... Мужчина, который ездит на большом машине и мыслит масштабными категориями. и ведь очень важно, чтобы женщина... То есть, вот, мое наблюдение, чисто мое наблюдение, что источник кайфа для мужчины в бизнесе это масштаб. То есть, вот, его это зажигает, что покорение сектора, региона захватить. А женщина реализуется все-таки через удовольствие. Она должна быть источником кайфа и не имеет права не получать удовольствие от того, что она делает. Ты хочешь сказать, что если, там, ну, Лена напряжется и там начнет открывать школы в других городах, делать франшизы и прочее, прочее, она перестанет получать удовольствие от своего бизнеса. Не знаю, но удовольствие приоритетно, в принципе, для женщины. Она обязана получать удовольствие в отличие от мужчин. Я могу прокомментировать, я тут абсолютно согласна, потому что, действительно, достигать цели, действовать, это мужское занятие, а для женщины важнее как. То есть для меня важнее понимать, что все правильно. я могу сказать, вот в своем бизнесе самые пиковые удовольствия я испытала на отчетном концерте, когда я смотрю и вижу, что люди, которые ничего не могли, теперь вот так играют. Я помню, я сидела, у меня просто была эйфория, счастье, слезы на глазах, я понимала, вот, вот что я делаю, вот оказывается, что происходит. То есть, и это дает заряд двигаться дальше. И это мало отношения имеет к деньгам? Ну, это прямое имеет отношение к деньгам, потому что, когда у людей получается, и они ходят, и они у нас постоянные, ну, как это называется, повторные продажи, то есть люди, начав заниматься, они наши клиенты на всю жизнь. Мало какая школа, судя по нашему, ресерчу, мало какая школа, тем хвастается. У многих школ, которые существуют пять лет, у них большой поток клиентов, но это все одноразовые продажи, и они, ну, не парятся. У нас подход другой. и, ну, а вот с деньгами... Ну, то есть, тебя, тебе хватает, для тебя сейчас важнее сохранять тот ритм, тот масштаб, в котором ты существуешь, чем, ну, делать какие-то серьезные новые шаги, скачки, качественные. Что касается, там, огромной сети, мы уже сейчас, в принципе, претендуем, что, открыв там еще одну школу в Москве, мы уже будем самой крупной сетью в Москве, потому что даже долго существующие школы, они как-то не парятся, они... Просто я вижу, что они не внедряют. Я даже смотрю, кто-нибудь есть, в моей подписке, там, в группе ВКонтакте или еще где-то. Они не смотрят, что у нас происходит. Они не внедряют никаких новых технологий, никаких новых идей. То есть, я там придумала, что, там, давайте мы сделаем, там, такое занятие групповое, назовем это вокальный коучинг, у нас будет группа по вокалу, группа по сальфеджио, там, еще актерского мастерства добавим. Народ радостно записался, то есть, на это дело, которое я только что придумала. и... То есть, это дополнительная какая-то услуга, которой, ну, люди не хотят заниматься индивидуально, хотят так. Никто особо не предоставляет. У всех абсолютно стандартные вещи, они едут на них, как на санях, и не парятся. Ну, а, кстати, это интересно, вот, одно дело обучать ребенка музыке, а другое дело взрослого человека. Вот, для взрослого человека пришлось какие-то методические новые разрабатывать, я не знаю, ну, способы. Да, да, у нас вот мы уже год, нам скоро будет, и у нас уже есть педагоги матерые, которые уже набили руку, потому что там у них по 10, по 15 сроков в день бывает именно со взрослыми людьми. Там, конечно, совсем другой подход. И то, что мы поняли, что на первых занятиях мы нашли такие произведения, ну, например, для фортепиано есть переложение, там, «Пергюнта утро», когда ты начинаешь играть сразу двумя руками на первом занятии. И вот этот такой взрыв в голове переходит человек, ему кажется, что это там космос, арабский язык и так далее, а ушел он двумя руками, сыграв фортепиано «Пергюнта». То есть все, сломался. Это же не собачий вальс. Это, да, и мы находим такие штучки, вот такие, такие пьесы, и потом со взрослым человеком с одной стороны проще, потому что он, как бы... Ответственно подходит. Ну, его можно уговорить, то есть ребенка только захватить его полностью, а взрослые все-таки более осознанные, и поэтому обучение у них идет быстрее. И у нас, у меня есть ученик, там, один из моих любимых премьеров, он работает в банке, он такой спортсмен, такой прям серьезный мужчина, и вот он у нас звезда сейчас, то есть он играет, там, в сонаты Бетховена, он играет, там, с Баха, играл на отчетном концерте, то есть в полифоне высший пилотаж. Он за 8 месяцев играет так, как, ну, никто из тех, кто 7 лет отучился в музыкалке и не играет больше, никто его не побьет. С ума сойти. То есть это его целеустремленность, его желание, его талант, который там спал все время, то, что, ну, банкир и спортсмен, вот его как бы парадигма была, а тут, то есть он очень смущается, когда я его там начинаю нахваливать на концерте, я его вызвала, говорит, это наша гордость, он так смущается, но это действительно, ну, просто потрясающе. Петь, вот еще вопрос, к которому мы снова и снова возвращаемся в программе в доле, это бизнес и миссия, да, и миссия, то есть миссия, это ведь далеко не всякого человека, который хочет заработать, деньги волнует, что при этом, как при этом, это отразится там на вселенной, на окружающем его мире, на родных, на близких, на природе и прочее. Обязательно ли все-таки для человека зарабатывать деньги с неким, вот еще, идеологическим подтекстом, с неким таким миссионерским концептом, или наоборот, это может быть мешает? Ну, мы постоянно говорим о зарабатывании денег как некой цели, все-таки еще раз хочется подчеркнуть, что в нашем восприятии это скорее индекс развития, в данном случае, Лена зарабатывает 300, что по меркам многих предпринимателей неплохо, это 300 чистыми, которые партнеры выводят на себя, при обороте где-то полтора миллиона, да, наверное, что касается миссии, когда человек развивается осознанно, такое ощущение, что человек в какой-то момент вдруг начинает видеть просто путь своего развития, он понимает, что ну, делать хорошие вещи это более целесообразно для своего развития, чем делать плохие вещи, по-моему, это логично, другое дело, что миссия, наверное, мужчины и женщины, опять-таки, они немножко разнятся, а в центре дела все равно человек стоит, и вот надо, мне моя понятна, а вот логичный вопрос, мне кажется, а как ты видишь вектор своего развития, там, год, три года, десять лет, сложилось ли у тебя какое-то видение твоей миссии? Ну, я, когда бросила в свой детский центр, и думала, что же я действительно хочу, потому что как раз тогда бизнес-молодость кричала о том, что любимое-любимое дело, ищите, ищите, и я поняла, что я ничего на свете больше, чем музыку, не люблю, то есть это, ну, и ничего лучше, прекраснее, чем музыка, нет, вот, и, поняв это, я, то есть, абсолютно точно знаю, что я больше никогда ни в какой другой сфере развиваться не собираюсь, это трата времени, и вообще это смешно, когда ты 19 лет учился, там, вставал в 6 утра, шёл, занимался, там, брал класс, оставался до 10 вечера, и, там, трудился, а потом взять и сказать, я хочу открыть детский центр, но это действительно смешно, и бросить на целый год, то есть, я прям чувствовала себя, как будто я предательство какое-то по отношению к себе совершила, и я точно, как человек, да, если не брать мой проект, я точно буду всегда заниматься музыкой, развиваться в музыке, как будет развиваться проект, если честно, я не знаю, я точно знаю, что школа будет у меня, сколько это будет школа, то есть, у меня нет желания 139 школ сделать, потому что я понимаю, что даже две школы, это всё-таки непросто, ответственность, это ответственность, там, за многих людей, то есть, чтобы сделать это хорошо, это надо ещё, ну, сильно потрудиться, но я точно знаю, что наша школа, вот, начинает, как бы, какие-то другие вещи делать, музыкантов предлагать, на какие-то мероприятия, в том числе, потому что, я понимаю, что помимо всего прочего, я ещё неожиданно оказалась такой, работодательницей, то есть, человеком, который предоставляет рабочие места для музыкантов, это меня тоже очень сильно греет, потому что, все наши педагоги в нашей школе, они супер классные, то есть, я их обожаю, я рада, что, и они рады работать в Шфорте, и я рада, что они работают, то есть, это такое, ну, то есть, многоплановая деятельность, ну, то есть, моя внутренняя, и мы сформировали девиз своей школы, что делай мир с помощью музыки лучше вместе с нами, и мы в него глубоко верим, более того, я перевернула именно свои отношения, потому что я как профессионал, как человек, закончивший диплом партитуры для оркестры, и человек, который смеялся, когда мне кто-то говорил, я композитор, а он просто, ну, любитель, то есть, и у меня было это снобское чувство своего, как бы, превосходства, а сейчас... Сидя в жан-жаке обязательно на летней террасе. Ты понимаешь, что по-настоящему к музыке приобщиться может каждый. Да. Спасибо огромное, школа Форта, Елена Фёдорова, Петр Осипов, бизнес-молодость, были в долях.